Бенди 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 Супер Нинтендо Все вы прекрасно знаете выражение «в доску свой паль». Что это значит? Значит, человек, на который можно положиться, надежный пацан, который никогда не придаст, тогда поможет в беде подставить локоть, плечо, руку или колено. Но не для того, чтобы сбить с ног, а чтобы помочь. Но, знаете, какое есть выражение «в доску чужой», «в чужой в доску», не знаете. Тогда я предлагаю вам сейчас вспомнить сначала кинофильм, субъемленное название, а потом приступим к рассказу о такой же игре. Кэмэрррр, Кэмэррр, Кэмэррр, На идея. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такие вот в доску чужие твари бегают в первой, во второй и в третьей серии этого замечательного фильма режиссёра Джеймса Кэннера. Кстати, третий фильм снимал не этот режиссёр, а другой, но мне больше нравится тот отрывок из фильма, который видимо. И картридж с мрачной картинкой, на которой с трудом можно различить какую-то непонятную структуру, видят какие-то круги, спирали, но надпись читается довольно хорошо. Alien 3. Чужой 3. И после того, что мы с вами видели на экране, я довольно боязно вставляю этот картридж в приставку, но в чём я совершенно уверен, так это в том, что из приставки никогда не вылезут ни монстры, ни враги, ни динозавры. И никогда из приставки не раздастся выстрел, который поразит вас в самое сердце. Это всё равно игра, но очень интересно. Чужой 3. Вечно живая тема. Неизменно выигрышный сюжет. Непременно возникающие мурашки по коже. Эти и другие эпитеты как нельзя лучше подходят как к фильму, так и к игрушке по мотивам картины. Обычная, на первый взгляд, стрелялка-убивалка оказалась не такой простой игрой. Чтобы спасти определённое количество членов экипажа от всепожирающих монстров, нужно болить из мощного оружия, но краем глаза посматривать в уголок. Зачем? Да затем, что на каждый уровень даётся определённое количество времени. Не успели, замешкались или просто не спешили никуда и всё, конец. Всё взлетает на воздух и всё сначала. Ну а так, в принципе, довольно свежая игрушка с красивыми декорациями и отвратительными монстрами. Но у них, у монстров, судьба такая тяжёлая. Быть отвратительными и гадкими. Вам и нам на радость. Парадокс новой реальности? А то. Удивительно. Я думаю, программисты, которые придумывают такие игры, хорошо спят ночью или плохо. Ведь я предполагаю, что они засыпают, и вдруг во сне приходит один из монстров, который находится в этом картридже. Такой симпатичный, на липе Лёгинка. И говорит, вставай, я буду тебя убивать. Слава Богу, что я не программист, хотя мне иногда, честно говоря, что-нибудь в этом роде смеется. Но всегда я выхожу победителем в любой битве, потому что, собственно, это же происходит и при общении с компьютерной приставкой. Всё заканчивается хорошо. И ещё один картридж для рассказа. А какой? А вот он, вот он, вот он. Слушайте, стыд-то какой, а! Игра называется «Алфред Чикен». Но я в эту игру ещё не играл. Поэтому я совершенно не знаю, что это такое. И давайте мы ставим картридж и вместе полюбопытствуем, кто же такой «Алфред Чикен». Чикен по-английски «цыплёнок». «Алфред», очевидно, это его имя. Итак, цыплячья игра. Ко-ко-ко. Никаких ко-ко-ко. Большим ударом было для нас обнаружить вместо представителя куриной породы обычного Микки Мауса. Но, вы знаете, вот для этого, наверное, и существует наша передача. Ну, представляете, любитель кур купил картридж, пришёл домой, включает, а там Микки Маус. Как бы он расстроился, не увидев любимой птички. А теперь всё встаёт на свои места. Оказывается, «Алфред Чикен» — это прозвище Микки Мауса, которое он получил за неведомые нам, очевидно, подвиги, которые остались за кадром игры. Но, по большому счёту, ведь всё равно во что играть. Лишь бы было интересно и весело. Тут, если не очень весело, то, по крайней мере, интересно. Такая бродилка с достаточно сложными уровнями. В меру красивая, в меру музыкальная. Честно сказать, больше ничего про неё сообщить не могу. Так что возьмите картридж, вставьте в приставку и поиграйте. Может быть, вам понравится. Альфред Чикен, понимаешь? Ну, понятно. Короче так, любителям стрелять и поражать врагов с этой игрой делать нечего. Но я прекрасно знаю, что очень много девочек играют в компьютерные приставки, и вот им как раз вся эта вот... Ну, это всё вот. Во, они уже это не могут видеть, не могут слышать, и правильно, девчонки, делайте. Для вас и делают вот такие вот игрушки. Покойненько, селим, никого не убиваем, никого не поражаем. Играем себе, играем, играем и только радуемся. Никаких слёз, никаких расстройств. Ну, вот, пожалуй, и всё по восьмибитным играм. Потому что сегодня вам предстоит то, чего я давно-давно-давно уже жду. Я сегодня собираюсь вас познакомить с самой лучшей, и это я не вру, самой лучшей игрой для приставки Супер Нинтендо в мире. Готовы? Ну, а сначала реклама. Соглашённая игровая система Супер Нинтендо. Качество картинка, которое сейчас выведено в обложке картриджа, абсолютно точно. Это не слова, а соответствует качеству изображения в самой игре. Давайте мы сегодня отведём времени чуть больше для того, чтобы познакомить вас с самой популярной сегодня в мире, в Америке, в Европе, в Азии, в Африке, да где угодно, игре для приставки Супер Нинтендо. Коллектив из 170 человек работал над этой игрой. Интересно посмотреть, чего же они там такого натворили. Donkey Kong Country, так называется эта игра, чуть не забыл сказать название. Donkey Kong, так зовут этого гомодрилы, или как в обезьянах, я плохо разбираюсь, хуже, чем в компьютерных играх. А Country это страна. Значит, страна Donkey Kong, его мир, в котором он живёт и, с позволения сказать, работает. Итак, джойстик в руки, вам предстоит 5 минут невыразимого блаженства. Ну вот, наконец, настал долгожданный миг. Мы с вами сегодня открываем одну из последних завес на тайны, об которой уже все голову сломали за последние недели. Перед вами суперсвежая, 94-го года, продукция фирмы Нинтендо. Потрясающая игра, страна Donkey Kong. Ещё год назад никто бы и не поверил, что такое можно воплотить в игре. Управлять настоящим мультфильмом всегда было главной и недостижимой мечтой игроков всего мира. Не говоря уже о наших страдальцах, которым до недавнего времени зарубежные новинки всегда поступали в последнюю очередь. В крайнем случае, какая-нибудь пиратская копия фильма в жутком качестве. Сегодня всё меняется с умопомрачительной быстротой. И на прилавках магазинов Дэнди появляются игры и приставки почти одновременно с тем, как это же самое получают ваши зарубежные сверстники. Самый крутой хит сезона по всему миру — Donkey Kong Country. Сегодня уже с вами. Скажем сразу, что это самый дорогой супернинтендовский релиз на сегодняшний день. Но и самый красивый, самый увлекательный, модный, сложный, длинный, завораживающий и потрясающий. Любое прилагательное превосходной степени подходит. Посмотрите, что натворили программисты с изображением и звуком в рамках 16-битного процессора. Посмотрите и подберите прилагательные сами. Играть можно одному, но двумя героями сразу. Можно играть вдвоём, самим Donkey Kong и его сыном, малышом Горелёнышем. За прохождение каждого уровня вы получаете возможность бонуса, который напрямую зависит от того, сколько процентов секретов и разных ловушек и сюрпризов вы обнаружите, откройте или избежите. Обидно, провозившись, к примеру, полчаса над уровнем, выяснить, что всего 8%, например, из заготовленного программистами, открылось вашему взору. Ну, и с такой эффективностью, конечно, в конце игры вас ничего не ожидает. Вы знаете, рука не поднимается мешать вам наслаждаться замечательной игрой. Давайте смотреть, а я, походу, буду комментировать для вас некоторые интересные моменты. Больше всего меня, конечно, поразила графика. Настоящий компьютерный мультфильм. Представляете, сколько стоит производство одной секунды такой игры с нашими рекламными роликами, которые, знаете, не дешёвые, даже не сравнить. Именно поэтому она такая и дорогая. Не правда ли, немножко напоминает игру «Экко-дельфин» в формате Sega? По музыке, по крайней мере. Попирая все законы природы, программисты посадили в море бананы, которые собирает сын Донки Конга, оседлав вот такую рыбу-меч. Кстати, буквы, которые вы встречаете на бочках, не просто так написаны. «ДК» — это «Донки Конг», а «ТНТ» — это, как ни странно, взрывчатка, мощная взрывчатка 3-нитро ТЛУО. Вот такими бочками с динамитом и пользуются герои, чтобы добиваться своих целей. Вот видите, снова бочка и снова надпись «ДК» — «Донки Конг». Значит, эту бочку надо открывать. Но там ничего нет. Скажите любому зоологу, что обезьяна может провести под водой 3 или 5 минут, он вам засмеется прямо в лицо. Но зоологи мира новой реальности думают по-другому. Надпись «Экзит» означает «выход» из уровня. И вот Донки Конг со своим сыном вновь в пути. Ага, волшебные бочки, с которой выпрыгивает, как пружина. О, а вот это уже посложнее. Вы, наверное, заметили, что в верхней части экрана постоянно появляются какие-то буквы. Так вот, если эти буквы сложатся в слово «Конг», то герой получает жизнь. Ну и, конечно же, от количества съеденных бананов, видите, буковки появляются, зависит от получения жизни тоже. Осталось собрать ещё одну букву, и наш герой получит жизнь. Но, кажется, зловредные осы собираются ему помешать. А нет, всё в порядке. Увы, неудача. Но ничего, возможности телевизионного монтажа позволяют нам продолжать игру бесконечно. Как вы, наверное, догадались, для того, чтобы записать все эти уровни, нам пришлось немало посидеть с джойстиком, чтобы дойти вот до этой пещеры с тележками. Вот уже почти составили мы слово «Конг», чтобы получить жизнь, как вдруг. Увы, для того, чтобы играть в Donkey Kong Country, нужно иметь высокий профессиональный уровень. И в самом конце получилось грустно. Все умерли. Я буквально влюбился в эту игру, и в то, что она позволяет запоминать уровни, на которые вы приходите, и не нужно всё начинать сначала, но, конечно, не только за это. Главным образом, эта чудесная графика, музыка, совершенно революционный показ игры. Кстати, в нашу передачу уже сейчас океанским лайнером идёт фильм о том, как создавалась эта игра. Целый фильм был снят о коллективе программистов, о коллективе ребят, которых приглашали специально для того, чтобы они говорили своё мнение об этой игре, что-то подсказывали, что-то отметали. Это очень интересное кино, я надеюсь. И мы, когда его получим, переведём на русский язык и обязательно вам покажем. Скажите, пожалуйста, здравствуйте. Вы кассир, да, с появлением в продаже Супер Нинтендо. Количество денег, которое проходит через ваши руки, увеличилось или меньше? Ну, конечно, Супер Нинтендо пользуется большим спросом, и люди интересуются. Даже когда ещё её не было в продаже, то очень много желающих было купить. Так что мы рады видеть. А сами вы играете? Очень редко, не хватает времени. А что вы любите играть? Тетрис. Любимая игра, да. Вы понимаете, что вот с появлением Супер Нинтендо ваши дети недолго будут радоваться Дэнзи, потому что у них аппетит вырастет очень сильно сразу. Да, вы знаете, у нас уже разговоры уже есть. С папой уже даже разговаривают. Мы приехали посмотреть хотя бы, какая цена у неё. В принципе, приемлемая цена. Какой разговор был? Расскажите, так, двух слов. Ну, как? Ну, то, что, во-первых, вот эта вот 16-битная система, очень красивая, графика красивая, это, конечно. Вот. Ну и, конечно, уже они к Дэнде-то привыкли. Ну, единственное, что вот у нас, конечно, разговоры тоже, конечно, она и дороже стоит, и картриджи к ней дороже. Эти, конечно, у них много уже картриджей, а Супер Нинтендо, конечно, придётся там где-то довольствоваться одним-думя. Ну, и вам кажется, цена в 421 тысячу приемлемая, да? Да приемлемая, я считаю, для такой игры нормальная. Потому что вы знаете, это же не на месяц, не на два, а даже не на один год. Это, не знаю, ещё и его детям, может быть, хватит. Да, у вас. Ну, ведь в каждом году, я думаю, что новые-новые будут приставки. За всеми, конечно, не угонишься, но пока хочется, конечно, купить такую. Интересно. Я чувствую, вам и недолго осталось до того момента, когда вы всё-таки купите Супер Нинтендо. Недолго, конечно. Скорее всего, к Новому году подарок с этим будет. Пройдёт три недели, и у счастливого мальчугана под ёлкой сверкнёт своим голубоватым бочком нарядная коробка с ярко-красной надписью на чёрном фоне. Чует моё сердце, плакали папины денежки. Внимание, в нашей передаче объявляется конкурс. Напишите нам, на кого я похож в этом головном уборе. Может быть, просто на ночник, а может быть, на герой какой-нибудь игры. Самых любоумных и быстрознательных ждёт приз. Чего сказал, сам не понял. Помните, в золотом ключке есть такая фраза? Солнце ещё не встало над горизонтом, а в стране дураков уже вовсю кипела работа. Так и у нас в компьютерном центре Дэнди работа по-прежнему кипит, хотя солнце на стороне нашей уже встало. И сегодня это снова лотерея и снова приз. Приз я выбрал вот такой. Вот сборник 1994 года, Супер Хик, куда входят игры Darkwing Duck, Том и Джерри, Робокоп и Чип и Дэйл. Четыре игры в одной, и сейчас этот картридж станет собственностью одного из тех счастливцев, которые послали в наш центр своей регистрационной карточки, и мы их занесли в компьютерную память. Внимание! Нажимаю кнопку. Кто же это? Солнышкин. Солнышкин И.В. Какая радостная, хорошая фамилия. Москва, Можайское шоссе, дом 39, квартира 200. Солнышкин И.В. Иван, наверное, или Игорь. Вот одно из двух. Может быть, Иннокентий, не знаю. Пожалуйста, приходи к нам на фирму Дэнди. В Москве, Причистенко, дом 40. Это недалеко от Бетро Парк Культуры. Я всегда бываю на съемках, а вот Денис почти всегда на своем месте. Приходи, мы тебе вручим приз и побеседуем с тобой по душам. Договорились? А пока наше поздравление. Есть базовые игры, которые будут жить вечно. Какие бы приставки ни придумывались, какие бы новые принципы изображения ни изобретали ученые, несколько игр будут переводиться в любой игровой формат. И я уверен, что многие из вас поддержат меня поднимут правую, левую руку, все ноги, что игра Супер Стрит Файтер и есть та самая вечно молодая, вечно зеленая игрушка. Так вот, и в формате Супер Нинтендо Супер Стрит Файтеры живут и дерутся, как и прежде. Как на 8-битном формате, как и на Сеге, о котором мы рассказывали в наших прошлых программах. А сейчас это Супер Нинтендо Стрит Файтер 2. Стрит Файтер для Супер Нинтендо очень похож на все Стрит Файтеры на свете. С одной только разницей, правда принципиальной. Все, буквально все, все значительно лучше. И героев больше, и цветов, и музыки, и движущихся объектов на экране. Ну, тут уж ничего не попишешь. Полный 16-битный процессор дает о себе знать. Единственный недостаток всех Стрит Файтеров, на мой взгляд, это падение поверженных героев. Этот простой, казалось бы, момент никак не дается программистам. В том смысле, что он падает ручной наземь медленно и печально. Ну, почему, казалось бы, не ускорить этот процесс, чтобы душераздирающие вопли соответствовали динамичности происходящего? Однако ж, нет. А так, Стрит Файтер в лучшем виде. Приставка Супер в данном случае совершенно не лишняя. И, как всегда, пройти его до конца на высоком уровне сложности практически невозможно. Для меня, по крайней мере. Разные игроки по-разному относятся к своим приставкам и картриджам. Я бывал в нескольких домах, где дети аккуратно складывают их в пакетики, в коробочки, обратно ставят на полку. А бывал и там, где эти картриджи валяются по всему дому, и какой-нибудь Чип и Дейл можно встретить где-нибудь на кухне около раковины, а терминатор лежит себе спокойненько где-нибудь под ванной. Но это, конечно, не дело. Поэтому я вам рекомендую для того, чтобы ваши картриджи служили вам долго, и на них случайно не наступил папа, придя с работы и сняв бот. Вы их, конечно, убирайте куда надо и держите их в полном порядке. Так они будут служить вам долго и никогда не сломаются. Продолжая тему преемственности поколений, приставок, игра Супер Гоус Энд Гоусетс. Когда я включил этот картридж приставку, мне стало понятно, что наступила в мире новой реальности пора вспоминать прошлое. Недаром же поговорка такая есть. Все новое – это хорошо забытое старое. И от перемены одного слова в названии с Гоусетс на Гоултс по сути ничего не изменилось. Все тот же мужичок с мечом носится среди восставших мертвецов и колотит их по голове, почем зря. Все так, но качество Супер Нинтендо сделает любую игрушку Супер Хитом. То же самое происходит и здесь. Так что те из вас, кто поднаторил играя в Гоустс Энд Гоблинс на восьми битке, с удовольствием перейдут в следующий ранг игроков. Супер игроков. А там уж, там уж как пойдет. Нам пишет Денис Скворцов из Московской области, город Волоколамск, микрорайон, дом 30, квартира 31. Вот что он пишет. Опять я с вами. Привет, Сергей. Видеть вас на телевидении для меня большая радость. Для меня ваша программа стала самой чудесной, увлекательной и наконец самой лучшей. Спасибо вам. Пусть ваша программа цветет на наших экранах телевизоров и еще ваша передача «Воплощение живой реальности». Да, но, конечно, на такой передаче 30 минут очень мало. И время в компьютерном мире летит очень быстро. Золотые слова Денис. Спасибо тебе за письмо, а вам за то, что были с нами все эти 30 минут. Пока! Бензи играет в свет!